Правовое просвещение, обеспечение защиты прав и законных интересов людей – это суть проведения консультирования в канун важных дат и государственных праздников сообществом нотариусов Белоруссии. Когда в одном месте, в одно время собираются компетентные специалисты, человек, экономя время, может задать те вопросы, на которые сам ответить не может и на всемогущий интернет не надеется. Все-таки личное общение в приоритете, но здесь есть свои нюансы. Чаще всего люди вообще приходят на эти акции в надежде, что поскольку тут специалисты разных отраслей применения права, они получат сразу разрешение своей ситуации всеобъемлюще. Но, как правило, мы даем только совет, как можно разрешить каждую ситуацию в каком-то определенной отрасли права. Направляем или надо обратиться в суд, или может быть в какой-то государственный орган, если ситуация разрешима именно в административном порядке. С четко обозначенным вопросом на консультацию к специалистам пришел Анатолий Столлер. Его интересовали моменты оформления завещания, вопрос жизненный, важный для человека. В ответе четко прозвучали главные пункты – что, где и когда нужно и можно делать. Меня интересовал вопрос наследственности, в смысле подачи завещания, в какие сроки они действуют и как оно принимается. То, что я получил ответ, я удовлетворен, считаю, что я получил правильный ответ. В этот же день прямую телефонную линию провела заместитель председателя Брестской областной нотариальной палаты Татьяна Брестская. Интерактивный диалог с жителями Брещины получился довольно оживленным. Было много вопросов на различную тематику. Сегодня больше звонят по вопросам оформления согласия на выезд детей за границу. Были вопросы по оформлению соглашений о детях, соглашения об оплате алиментов. Ну и традиционно все равно проскакивают вопросы о наследстве. Много звонков поступает? Всегда. Всегда есть звонки, всегда люди интересуются. Все-таки у нас еще население не очень подковано, скажем так, по правовым вопросам. Поэтому звонят, как можем, помогаем, разъясняем. И надеемся, что это людям полезно. Следующая бесплатная правовая помощь гражданам, связанная с совершением нотариальных действий, будет проводиться 1 декабря в преддверии празднования Дня юриста.